Настали холода и настал момент познакомить вас со своим новым другом, старым галантом с дизельным движком и как раз по теме расскажу о том, как зарядить аккумулятор. Многие, наверное, подумают, что купив новый аккумулятор, можно забыть про зарядку. Поставил и забыл на пару годков, как минимум. Но я вас разочарую. Смотрите, вот это новый аккумулятор. И когда я его покупал, я ориентировался на напряжение, которое на нем будет на момент покупки. То есть стоящий просто в магазине аккумулятор. Я выбрал максимальный. Было 12,5 вольт. 12,5. Тогда как на остальных 12,2-12,3. То есть если компания Mutlu, к примеру, у меня на старом аккумуляторе уже снимала аккумуляторы с гарантии при падении напряжения на спокойно стоящем аккумуляторе до 12,5, значит все аккумуляторы, которые продавались, ну можно было автоматически выкинуть с гарантии уже все. Но их, тем не менее, продавали и продавали хорошо. Вот. Теперь мой аккумулятор. Я его немножко подзарядил, но холода наступили и надо взбодрить его вновь. У меня есть классная большая статья на сайте. Я ссылку обязательно там внизу дам, где много всего интересного описано. Но сейчас чисто выжимки, чисто мясо. Как зарядить аккумулятор? Ну, казалось бы, все просто, но вот как я делаю, так я и объясню. Смотрите, понадобится вот такой приборчик, мультиметр. Выставляем мы его на измерение напряжения постоянного тока в размере до 20 вольт, чтобы он показывал, сколько реальное напряжение на аккумуляторе. По напряжению на аккумуляторе в режиме спокойствия, это по моим меркам примерно за 15 минут после того, как отключены все потребители, либо отключился генератор. Вот машина закрыта, свет не горит. Все, 15 минут отстоялся. И мы видим реально, что на нем. 12,56. Такое напряжение соответствует аккумулятору, заряженному чуть больше половины. Так, здесь 75. В ней осталось в жизни где-то ампер 40 час. Поэтому надо зарядить. И казалось бы, почему так? Но дело в том, что зарядка бывает при постоянном напряжении, при постоянной силе тока. Еще там куча видов зарядки. И обычный автомобильный генератор. Вон он. Он заряжает аккумулятор при постоянном токе, получается. Мы в сети видим у себя 13,8, 14,4. Ну вот, в зависимости от автомобиля, примерно такие пределы. Но этого напряжения недостаточно, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Казалось бы, поднимите напряжение выше, но тогда будет перезаряд. И мы находим консенсус, что вроде аккумулятор и заряжается, и не перезаряжается. Но консенсус это, когда всем плохо. И при этом надо иногда заряжать его полностью. Для этого нужен теплый гараж, потому что все-таки внутри кислота. А любые процессы химические, при снижении температуры, уменьшается их скорость. Поэтому в теплом гараже спокойно прогрелся аккумулятор. Смотрим на напряжение. Если у вас какая-нибудь супер-пупер машина, то, ну, наверное, лучше снять аккумулятор, отсоединить его от сети. Но у меня таких нету, и мои машинки терпят поднятие напряжения до 15,2 вольт. Примерно это то напряжение, которое соответствует полностью заряженному аккумулятору. Вот, смотрите, я ничего не делаю. 12,56. И по правилу ампер-часов, про него вы тоже можете там прочитать, значит, мне нужно где-то 35 ампер-часов залить в этот аккумулятор. И значит, если мы будем ориентироваться по амперметру, это при напряжении 3,5 ампера 10 часов. Но напряжение скачет, сначала большое, потом уменьшается, и как бы все это считать, дифференцировать достаточно сложно. Поэтому просто смотрим по конечному напряжению на мультиметре. Дальше, смотрите, вот у меня обслуживаемый якобы аккумулятор, в нем пробочки снимаются. То есть, если у меня выкипела вода, я могу ее просто добавить. Если же у вас необслуживаемый аккумулятор, у него здесь все закрыто, и есть только вот система, так скажем, воздушников, то лучше не выпендриваться и заряжать его исключительно малым током. Вот здесь есть малый ток, большой ток. Если я могу повыпендриваться и нажать большой, то если у вас крутой необслуживаемый аккумулятор, лучше не выпендривайтесь и заряжать его малым током. Это сохранит его надольше, потому что электролит в этом случае будет меньше испаряться, и, соответственно, надольше его хватит. Особенно это для гелевых аккумуляторов актуально, в которых все-таки есть чуть-чуть электролита, и если он выкипит, то ему придет ханна. В общем случае рекомендуется выставлять 10% от емкости аккумулятора, но, видите, в реалии такое недостижимо, тем более, что вот эти все зарядники, ну, не важно марка или модель какая, в основном они сейчас китайские, амперметры у них показывают китайские амперы, и это скорее так, для информации, нежели точный прибор для измерения. И мы просто берем мультиметр, подключаемся к нему, и сейчас мы начнем заряжаться. Давайте уже, а то время много прошло. Так, я же говорил, все просто. 12 вольт выставляем, малый ток для начала, и включаем. Смотрим, понеслась, напряжение растет, вот уже оно дошло практически до рабочего напряжения в электросети автомобиля, а значит аккумулятор не совсем мертвый, а значит в нем еще была жизнь. И теперь смотрим, что показывает амперметр. 6 ампер, это чисто просто для информации. 6 ампер, если я насчитал, что там не хватает 30 ампер в час, то при этом токе мне надо будет заряжать 5 часов, и значит я уже никуда не спешу. Другой финальный аккорд, это повышение напряжения до 15,2. Сейчас зарядное устройство, оно как бы из холодного режима запущено, в нем еще много сил, удали. И, ну, поверьте мне, через минут 10 оно успокоится, и вот это напряжение на клеммах перестанет расти так быстро и начнет очень медленно расти, потому что зарядные устройства, которые сейчас продаются, они достаточно слабые. И не все могут зарядить хороший аккумулятор. То есть, если я его просто оставлю вот так вот, он до определенного момента его зарядит, ну, скажем, до 90-95%, и дальше у него не будет сил запихать электричество в этот аккумулятор, потому что оно достаточно слабое. И это одна из причин того, что сейчас у многих людей быстро довольно выходят из строя большие аккумуляторы, просто потому что их нечем заряжать. Это чудо-устройство не способно прокачать большой аккумулятор. Ну вот, собственно, смотрите, какая фигня. Прошло минут, наверное, 20. Ток чуть-чуть подсел. Но вот, как бы, напряжение доходило сначала до 14.99, а теперь подсело снова. То есть, вот, у аппарата-то поубавилось, похоже. Или же можно найти другое объяснение, что аккумулятор прогрелся и начал лучше воспринимать то напряжение, которое на него подается заряжаться. Давайте лучше второй вариант подумаем. Просто те, кто заряжал и думал, что опа, уже почти готово, и тут бах, получается, что поспешили, надо ждать все-таки. Вот я как раз про то правило ампер-часов и говорю. Оно позволяет примерно прикидывать, в какие сроки можно зарядить аккумулятор полностью, и избежать ошибочных каких-то мнений по напряжению и силе тока, которые идут на аккумулятор. Вот, вот спустя пару часов, наконец-то, зарядник вывел напряжение на те самые 15.2, которые я считаю, так скажем, финишной прямой. Можно подождать еще час-два и считать, что аккумулятор заряжен. Смотрите, и здесь зарядный ток заодно подсел. Уже там в районе 4-5 ампер. Продолжение следует...